всем привет друзья и гости канала сегодня нашего внимания требует вот это орхидейка это моя реанимашечка которую я купила зимой за 100 рублей в большом горшке ну я думаю литра 2-2 с половиной и в архиате и с меня взяли цену по сути за горшок и за грунт орхидейки были так в довесок потому что состояние было плачевно и сейчас вам ставлю фотографию какой она была но так вот увидела я ее прекрасные пятнистые листочки я подумала что надо спасать и вот спустя несколько месяцев ну примерно примерно девять месяцев прошло с тех пор как она у меня живет она обросла замечательными корнями у этой орхидейки есть совершенно уникальная способность ну по крайней мере в моей небольшой коллекции это уникально кончики растущих корней у нее розовые вообще совершенно необыкновенная орхидейка вот они смотрите розовые вот так вот она растет прекрасный у нее корневая обжилась она тут обросла мхом и смотрите что у нее тут происходит цветонос цветонос вышел только я обрадовалась что наконец-то узнаю как эта красавица цветет и вот так вот цветонос заломился видите мы сейчас с вами попробуем его спасти я думаю это отличная возможность улучшить ее грунт потому что сидит это орхидейку меня в чистом керамзите вот то что сверху кора это я потом досыпала когда стали у нее обильно от шеи расти корни и я ей повысила уровень грунта скорой а так она сидит в чистом керамзите конечно такого питания для орхидейки совершенно недостаточно я считаю что орхидейкам обязательно нужна органика это естественно по природе эти растения являются эпифитами то есть живут они на коре на деревьях в расщелинах там где много опавших листочков это все разлагается перепревает образуя для орхидеи ту самую питательную среду но у меня реанимация в коре почему-то не шла возможно слишком кисло для нее было в общем реанимашки у меня как-то в коре не хотят в раз вращивать свои корни поэтому я сначала их помещаю в чистый керамзит то есть это самая нейтральная среда получается для корней а потом уже добавляю кору и орхидейки уже хорошим состоянии здоровья успешно выращивают корни в такой грунт и вот мы сейчас с вами улучшим ее грунт заодно я ее подвину от края почему я ее так посадила не по центру у нее на момент реанимации был вот такой хороший воздушный корень и чтобы его не загибать и не повредить это в общем был у нее такой шанс на развитие корневой который я не могла потерять поэтому я посадила его ее ближе к этой стенке а корень разместился здесь он был длинный и вот примерно требовалось вот такое пространство и надо же угораздило ее выпустить цветонос вот в эту сторону вместо на самого узкого и тесного пространства я уже помогала этому цветоносику как могла вот подставила крышечку но это не дело конечно я могу травмировать лист лучше мы с вами сейчас ее пересадим и я попробую спасти этот цветонос ну как же жалко ведь я ни разу не видела даже не знаю как она цветет как же мне хотелось увидеть ее цветение а теперь я не знаю даже цветонос сильно заломился ох я не знаю получится ли его спасти но мы с вами попробуем мой дежурный невостребованный горшочек потому что он огромный и я его использую как емкость для составления грунтов так убираю крышку она сейчас прям ляжет на этот бедный цветонос ай-яй-яй ну вот надо же так угораздило вырасти в таком месте а если она не процветет я не знаю что тогда когда она в следующий раз соберется цвести выпустит ли она следующий цветонос это я не знаю конечно очень жаль если этот цветонос не продолжит свой рост но сильно так заломился не их орхидеюшка орхидеюшка так что прилипло я ведь вчера поливала специально чтоб корни были эластичные сейчас попробую еще опа пошла вот смотрите все тут красненько у нее вот такая длинная шейка потому что орхидейки у этой до меня была большая история у нее вот пенечек от цветоносов цвела она когда-то у прежней хозяйки а у меня вот корни теперь наращивает восстанавливаемся вот он бедненький цветоносик бедный бедный не знаю расправится он не расправится в общем мы с вами не просто сейчас ей обновим горшочек мы ей улучшим грунт вот такой горшочек чуть чуть побольше размером я ей подобрала давайте пока ее поставлю вот сюда пусть посидит подождет что у нас тут есть в старом грунте я вижу я вижу тут был уголь 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 я кстати уже разместила здесь в качестве дренажа уголь размещаю всегда в нижних слоях емкости чтобы я не сажала так как уголь раскисляет нижние слои почвы как раз то что нам больше всего и нужно раскислять предотвращая заболевания корневой системы уголь я обязательно вниз добавлю состав грунта не для всех растений а в нижний слой грунта обязательно так что у нас еще есть уголек маленький пусть будет теперь вот к этому керамзитному составу я добавляю кору вот такой заготовила кору сама собираю были мы в хвойном лесу кипячу и измельчаю процесс заготовки несложный я ничем не обрабатываю не фитоспорином не триходермы ничем потому что я сохраняю родной грунт и родную микрофлору орхидеи и вот такой вот чистый пустой прокипяченный грунт быстренько осваивается микрофлоры родной микрофлоры этой орхидеи и пересадку они у меня не замечают уже такой способ проверенный и он работает вот так вот смешиваю и вот теперь этот грунт идеальный для орхидеи теперь у меня тут есть крупный керамзит составе и я подумала что это просто отлично я сейчас возьму крупный керамзит и накидаю как раз на уголь ну во первых для того чтобы растение не ставить корнями на уголь это все-таки не предпочитаемый уровень page во первых а во-вторых нижние слои грунта орхидеи всегда нужно брать более крупную фракцию потому что верхние слои то у нас имеют возможность просыхать а вот вниз лучше пусть побольше будут воздушные карманы чтобы корневая у нас дышала во всех слоях это просто отлично что у меня тут есть крупный керамзит старой посадки сейчас весь пойдет в дело так не помню откуда он у меня взялся вроде не приобретаю ну наверно как-то приобрела может быть специально даже для этой реанимашки потому что не хотели они у меня выращивать корни стандартный такой состав грунта только в чистый керамзит я наверное не стала добавлять уголь из тех опасений что ей не понравится так уголек тоже можно на нижний слой отправить ну вот и все остальное все пойдет в обсыпку вокруг готова моя пятнистая красотка посажена теперь по центру со всех сторон все красиво одинаково я не знаю какой этот сорт но очень очень любопытно вы так с девочками прикидывали судя по листочкам это либо джили он либо манхэттен либо так розовый дракон все эти три сорта имеют пятнистые цветочки розового цвета какой бы сорт из них не оказался я буду любому рада вы посмотрите какие у нее прекрасные необычные листья к декоративно-лиственным растениям у меня особая слабость вы знаете по грунту поливать я ее не буду теперь но пару дней точно это на случай если где-то там образовались на корнях трещинки на веломини то этому всему будет время поджить грунт у нее теперь на половину органический на половину минеральный а по мне это просто идеальное сочетание мои орхидейки растут очень хорошо в таких грунтах и собираются цвести каждой пересадки я отношусь индивидуально используя свои цветочные знания если например в покупном грунте орхидейка принесенная из магазина чистая органика скорее всего там будет чистая органика магазинные орхидеи сидят в коре либо в торфе либо в каких-то органических чипсах торфяные какие-то может стаканчики если в общем много органики то я добавляю керамзит и на дно уголек для раскисления вот в данном случае это моя реанимационная посадка состоящая в чистом виде из не органики и по мере взросления я орхидейки добавляю вот эту ее любимую питательную среду из органических составляющих знаете раньше меня орхидейные пересадки как-то настораживали возникали всякие мысли а как отреагируют растения а продолжит ли расти они сбросят ли корни вот теперь я ловлю себя на мысли что я получаю удовольствие от этого знаете когда сделал хорошее дело и вот такое чувство удовлетворения то есть помимо того что я ей освободила пространство для роста цветоносов у нее теперь вот со всех сторон все одинаково пусть выпускает где хочет я еще и улучшила грунт теперь она с новой силой и удовольствием будет растить свои замечательные корни считаю что реанимация удалась очень меня это радует и очень мне это приятно как цветоводу что растение отзывается на заботу ну а удалось ли нам сохранить ее цветонос и ее желание цвести узнаем в последующих видео оставайтесь на связи и пока пока до скорых встреч в комментариях